Добрый вечер! Вот, наконец-то, все мы потихонечку выбираемся из пробок, в том числе и для того, чтобы послушать радио. Некоторые, правда, стоят в пробках, некоторые добегают до домашнего радиоприемника, некоторые это делают у себя в офисе, понимая, что бесполезно толкаться, когда радио там нет. Телефон, звоните, с удовольствием пообщаюсь с вами по телефону. 65 10 99 6. У нас есть смс-ки 5533. Я пробел. Вот, если вы с этой шифрограммой как-то справитесь, тогда на смс-портале результат ваших усилий отобразится. Ну и, конечно, на сайт Финам.фм заходите, и здесь тоже есть возможность, по крайней мере, задать вопрос. Тем более, обратите внимание, довольно любопытно то, что по факту считается наша радиостанция московской, а в действительности со своей темой, волнующей всю страну, она становится всероссийской, поскольку вопросы на сайт приходят из самых удивительных точек географических нашей необратной страны. Ну, хотя в Санкт-Петербург, это неудивительная точка. Питер, правда, последние несколько лет у нас в том числе и термин пугающий, когда говорят, я из Питера, говорят, что ты сразу запугивает, что ты запугивает. Разговор об автомобилях, не только об автомобилях, поскольку наша жизнь, она не заканчивается на машине, не начинается с нее, но мы, как люди с немножечко испорченным генотипом, так долго предыдущими поколениями стояли в очереди за автомобилем, что не можем воспринимать машину просто как предмет ширпотреба. Как бы мы не упражнялись в обладании автомобилем, это все равно в том числе позиционирование нашего социального статуса. Машина для нас гораздо больше, чем просто сесть и поехать. И в машине очень важно, это в том числе сумма, за которую мы ее покупаем. Сегодня разговор о ценообразовании. Ценообразование в нашей стране, вы заметили, оно вообще удивительное. Справедливостью здесь не пахнет. В принципе, у нас и здесь очень весьма заметна и болезненно заметна неприятная ситуация. Население отдано на разграбление. Вот мы, как люди, живущие на оккупированной территории, все, кто в пределы наших земель вошел, они все вправе назначать в отношении нас и свои правила игры, и, в частности, ценообразование. Почем этот товар? Мы не в состоянии отрегулировать. Почем эта услуга? Мы не в состоянии отрегулировать. Мы не можем никого никогда призвать к ответу. Мы не вправе задать вопрос, а с какой стати? Вопрос, почему? И в отношении автомобиля он наиболее заметен и всегда очень болезнен. Вроде бы мы пытаемся делать вид, по крайней мере, в официальных отчетах, что мы официальная держава, автомобильная держава, посмотрите, сколько у нас заводов. Смотрите, сколько мы всего производим. У нас даже есть специальный завод, который умеет разрабатывать автомобили предыдущего поколения. Он не просто автомобильный завод, он волжский дважды автомобильный завод. Ведь вы обратили внимание на это эклектичное название. Автоваз. Авто, волжский автозавод. То есть дважды автомобильный завод. Вот есть у нас все это вместе взятое, и как образец несуразности, не поддающийся какому-то логическому объяснению, это цена. Почему эта машина стоит столько? Мы этого не знаем никогда. Мы не знаем никогда со времен советской власти, почему у нас столько стоит киловатт-час электроэнергии. У нас экономисты Госплана не знали, как именно вычислять толком стоимость киловатт-часа электроэнергии. Мы не знаем, почему у нас литр воды, ну, кубометр воды. Мы понятия не имеем, откуда берутся тарифы ОСАГО. Причем законодатели сказали, что вообще-то мы первый раз, когда нужно было от чего-то оттолкнуться, оттолкнулись от стандартного места, где берем все цены. То есть плюнули в потолок, посмотрели там на цену. Но с автомобилями. Тем не менее с автомобилями. Вот посмотрите, какая любопытная картина. Мы знаем, что часть машин к нам возится из-за рубежа, а часть производится у нас. И тем не менее, те машины, которые бывало так, что начинали свой путь на наш рынок как привозные, а потом обретали российскую прописку, в цене не изменились абсолютно. У нас ведь построено довольно много заводов. Мы делаем «Апеля себе», мы делаем «Шевроле», мы делаем «Тойота», «Ниссаны». Сколько стоит машина, произведенная в нашей стране? Она стоит столько же, сколько она стоила до момента пересечения нашей государственной границы. При этом мы знаем, может кто не в курсе, но на самом деле мы знаем об этом. У нас больше половины цены автомобиля, не стоимости, а цены автомобиля, это подати государству. Государство очень любит дорогие автомобили, не потому что они реально столько стоят, а потому что как минимум 50%, на самом деле больше 50%, это уходит сразу в бюджет. В виде разных способов изъема, отъема. То есть поборов у нас много, и вот это все уходит не к нам. Итого, цены любой машины, привезенные к нам, мы делим пополам и получаем некое понимание того, по чем же она на самом деле обходится. Посмотрите, предположим, машина стоит 50 тысяч евро. Значит, 25 тысяч евро – это деньги, ушедшие государство. В оставшихся 25 тысяч евро у нас производство автомобиля, его доставка к нам, как правило, морям, океанам, прибыль всех заинтересованных сторон, в том числе и дилера, не говоря уже о дистрибьюторе, и владельце бренда, который у нас обычно представительством, здесь как-то более-менее обозначен. И есть еще при этом стартовая стоимость продукта. Мы платим не то, что в три конца, мы платим в пять концов. Есть такой экономический закон, что в странах третьего мира с недоразвитой экономикой цену ломить можно любую, потому что, когда нет потребительской культуры, а есть жадный ажиотаж голодных людей, тогда можно, в принципе, с этими людьми делать все, что угодно, потому что нет вот этой социальной солидарности и нет человеческого понимания того, что если я не возьму, а еще не возьмет мой сосед по этим деньгам, а еще не возьмет сосед моего соседа, то тем самым мы заставим к нам относиться по-человечески. Есть жадное такое обезьянское стадное стремление «А я возьму, а у соседа-то не будет! А гляньте, на какой крутой машине-то я еду!» И именно это провоцирует беспощадное отношение к нам с вами. Когда Рено только затевало свой Логан, разговор шел о том, что эта машина будет первая в истории человечества стоимостью 5000 евро, при этом современная и безопасная, безопасная, речь не шла о комфорте, речь шла о том, что это будет современный и безопасный автомобиль, и он будет стоить 5000 евро. В Европе такая цена пару раз мелькнула, на самом деле там порядка 7000 евро. Когда пришли к нам, то за психологическую точку отсчета, если в долларах, то взяли рубеж в 10 тысяч, решили, что для русского человека вот 10 тысяч, в каких денежных знаках не выражай, так или иначе это уже серьезный рубеж. Ну, вот 300 тысяч. Желательно, чтобы машина стоила 200, ну пусть даже 90 с чем-то. Но мы выстроились в очередь. И со знаменитым русским боевым кличем «больше трех в одни руки не давать» сами себе взвинтили цену. И предыдущий руководитель автофрамоса на прямо поставленный журналистами вопрос «А с чего это вы, уважаемый мусью, такую цену забубенили?» Он ответил «Ну вы же берете, какой смысл лишаться прибыли?» И в дешевом сегменте, хотя, конечно, о серьезной дешевизне речи нет, и в дорогом, и в среднем ценовом диапазоне везде зверская совершенно цена. Причем приходит к нам какой-нибудь автомобиль, и на него начинается назначение цены. Если клерки в офисе делали это до обеда, то есть достаточно голодные, они обычно цену делают совершенно чудовищно. Но если они были достаточно сытыми после обеда, например, хорошо покушали, выпили кофейку, перекурили, перетерли, за базар посидели в одноклассниках, то цена получается более-менее справедливая. Ну, скорее-менее, чем более. Хотя прецеденты бывают. Западники в нашей стране, да и во всем мире нет, но в нашей стране точно, они опираются на... Есть такое явление, JATO. Это целый институт, у него специальная компьютерная программа, в которую вводишь параметры, например, свои опции, и опции чужие. Берется некая базовая модель, и дальше учитываются абсолютно все опции, которые только могут быть. В стоимости, в стоимостном выражении. Вот у нас парктроник сколько стоит, а у конкурентов по всем классам сколько стоит. У нас губозакатыватель сколько стоит, а у конкурентов сколько стоит губозакатыватель. Вот у нас губозакатыватель сенсорный, а у них губозакатыватель с ручным приводом. А это почем? И на машину цену назначают, исходя вот из этого. То есть не из реального положения дел на рынке, не из покупательской способности населения, не исходя из политики, например, долгосрочного и уважительного отношения к клиентам. А только исходя из того, насколько наглыми были соратники по рынку, вот насколько обезумели в своем жадном ценообразовании коллеги по рынку, а давайте мы в этом же жадном безумии тоже поиграем. И, ой, мы сегодня с утра не пообедали, что-то так кушать хочется. Давайте-ка такую цену, чтобы... И на вопрос, почему, они говорят, для нас была важна прибыльность бизнеса. Я какое-то время в прямом эфире разговаривал с представителем Ниссана в нашей стране и спросил, почему в штатах Мурана, Ниссан Мурана, который там не производится, который туда привозится, его сделали в Японии, его погрузили на пароход, его привезли в Америку, и там его с прибылью, с таможней, с откатами и со всеми возможными транспортными и прочими затратами продали за 29 тысяч долларов. В России Ниссан Мурана, это русская машина, она производится здесь у нас, а все комплектующие приходят к нам по так называемому нулевому тарифу, то есть на их растаможку деньги не тратятся. Все это грузится в пароход, пароход плывет полгода до России, приходит в Питер, разгружается, там эта машина собирается, и машина стоит 55 тысяч долларов. То есть в Америке она стоит тридцатку, у нас она стоит 55 тысяч долларов. У них абсолютно одинаковый объем мотора, у них абсолютно одинаковая сущность и начинка. Это одна и та же машина. И мне представитель Ниссана сказал совершенно откровенно, рынок такой. То есть это мы с вами потакаем подобному отношению к нам, как к клиентам. Именно поэтому потихонечку у нас обязательно каждый год машины в цене растут. Обратите внимание, я специально перед эфиром посмотрел на цены на машины в Америке. Практически все основные игроки рынка не колыхнулись в ценах. Они таковые уже несколько лет. Кажется, там кто-то нам рассказывал о кризисе, там что-то с долларом и с Обамой не то. Я видел этого Обаму по телевизору, у него действительно нездоровый цвет лица. Но во всем остальном в Америке как-то я не заметил, что все сильно плохо. И цена на автомобили тому подтверждение. И Америка это как раз та страна, где на машины справедливая цена, потому что по несправедливой цене эти люди не будут покупать то, что им впаривают. Мы будем. Америка для нас, конечно, не указ ни в чем, потому что мы не американцы, иначе результаты нашей работы были бы сопоставимы. Сейчас я прервусь, будут новости. Потом мы вернемся к ценообразованию в нашей стране. Телефон уже разрывается, номер его 6510996, и тем не менее еще несколько слов о нашем несправедливом ценообразовании. Автомобили очень показательно несправедливы в своей цене. Импортируемые ли, привозимые ли в нашу страну, либо произведенные здесь, у них всегда какой-то чудовищный зверский ценник. Даже Жигули, которые нам постоянно эклектично впаривают и говорят, ну посмотрите, это же самая доступная машина. Ковыряешь ее пальчиком и говоришь, а что же она такая поганая-то? А что вы хотели за такие деньги? Вот эти, это не разговор. Я за любые деньги хочу адекватный товар, качество которого не вызывало бы у меня расстройство желудка. При том, что паленую водку я не пью, и это к ней отношения не имеет. Так вот, к разговору об автомобилях. Когда иностранцы у нас назначают цены на свои машины, они в основном исходят из вот той самой компании Jato, которая создала специальный компьютерный инструмент, позволяющий людям самостоятельно сравнивать, что у конкурентов, и исходя из этого, то есть исходя из чужой жадности, назначать свою цену. При этом, конечно, люфт по лояльности клиенту есть. Ведь есть одно дело стоимость, по которой продают, а есть себестоимость товара. Вот мы как-то с экономистами считали, машина, которая в нашей стране продается за 50 тысяч евро, это такая достаточно удобная в расчетах условная сумма, она в производстве, в себестоимости обходится сумму, не превышающую 2 тысячи евро. То есть, когда мы покупаем с вами какой-нибудь автомобиль, там, Volvo, например, мы говорим, ну, за 50 тысяч евро-то я купил, за 50 тысяч евро я купил машину, которая обошлась в 2 тысячи евро. 48 сверху, это жадность, это шубка секретарша, это инновации, это украли, это не донесли, это логистика, это мы вложились в производство, а также заплатили, как минимум, половину этой стоимости на въезде в нашу любимую страну. Америка здесь, к сожалению, манящая красная тряпочка, мы на нее смотрим и не можем понять, почему у них цена справедливая, а у нас она всегда несправедливая. Но кроме того, что J-TOT, это компьютерное моделирование, ценообразование, играет серьезную роль, у нас еще очень важным игроком является все тот же пресловутый дважды автомобильный Волжский завод. Они назначают нижнюю цену в нашей стране, потому что дешевле, я о китайцах не говорю, китайцы все-таки это не совсем автомобили, это макеты в натуральную величину, очень похожие на настоящие. Не советую всерьез относиться пока к китайским автомобилям, рано еще, не доросли ребята. Так вот, у нас получается, что по факту самые дешевые машины в стране это Жигули. Жигули регулярно дорожают. В этом году нам Комаров, президент, обещал, что Жигули подорожают только в соотношении с инфляцией на чуть-чуть. То есть вот инфляция у нас, мы не знаем, как она с инфляцией. В прошлом году, когда было заявлено независимыми экспертами, что инфляция в нашей стране превышает 40%, в ответ на это мы получили немножко другую официальную цифру, там у нас получилось, я насколько помню, 6%, ха-ха, три раза. Так вот, АвтоВАЗ будет дорожать в соответствии с инфляцией. То есть просто для того, чтобы эту инфляцию, какую хочется узнать, видимо, официально, как-то более-менее предвосхитить. И как только Жигули дорожают, сразу с оглядкой на них дорожают все, при том, что прямых конкурентов у них нет, потому что ближайший серьезный соперник, это Рено Логан, он стоит 345 тысяч уже, раньше стоил 335, в этот раз он подорожал без относительно АвтоВАЗа. То есть разрыв довольно большой ценовой, и тем не менее все смотрят, ну, ребят, Жигули подорожали, ну, значит, и нам не грех чуть-чуть приподняться. Получается, что регуляторов у нас несколько. АвтоВАЗ определяет нижний предел. В основном в массе своей компьютерная программа J-TO застит разум и определяет нам большинство параметров ценообразования остальных автомобилей, ну, плюс наше государство, которое пытается урвать кусок просто потому, что оно к этому допущено. Вот если бы мы хотели, чтобы к нам относились с уважением, если бы мы хотели, чтобы с нами играли всерьез, как это происходит в Америке, как это происходит в Европе, отзывные компании, уважительные отношения к клиенту, сервисные преференции, и вообще заинтересованность в нас не как в овце, которую нужно обстричь, а как в клиенте, которую желательно привлечь, с тем, чтобы он испытал чувство лояльности к бренду и пришел еще разочек. Что мы для этого можем сделать? Мы для этого не можем сделать ничего, потому что, в принципе, мы никогда ни в чем даже в своих кровных интересах не в состоянии солидаризироваться. Но если предположить, что мы могли себе такое позволить, тогда было бы правильнее всего перестать покупать автомобили вообще, ну, в течение, наверное, где-нибудь двух лет. Вот у кого что есть, да, может быть, плохенькое, да, нуждающиеся в ремонте, и тем не менее, потратимся на запчасти, не будем покупать новые машины. И рынок автомобильный умирает. Умирает автоваз, умирает сборка, умирает импорт. Ну, не покупаем мы машины. Ну, не покупаем. За исключением BMW, на которых ездят всякие там патриархи, министры и прочие очень полезные для хозяйства люди. Ну, эти, да, понятно, они не могут быть солидарны с нами, у них другие проблемы. А вот мы не покупаем машины. Тогда происходит, что цепная реакция. Сначала разоряются дилеры, потом закрываются московские представительства. В государстве начинается легкая паника, потому что это миллиарды, даже так, это десятки миллиардов долларов нашей экономики. Мы по итогам 2012 года, они еще не подведены, но где-то, наверное, освоили своими покупками порядка 70 миллиардов долларов автомобилей. То есть наш вот этот сектор приобретения новых машин, это 70 миллиардов. Из этих 70 миллиардов половина чистая прибыль государства. Это то, что они с нас состригли за наше желание ездить на приличной технике. Вот столько они недополучают, то есть половинку от этих 70 миллиардов. И тогда к нам начинают уже дышать трепетно, смотреть на нас внимательно, относиться к нам серьезно. И тогда уже не происходит этой нашей стандартной извечной беды, когда человек купил машину, и он думал, что раз это не «Жигули», то жизнь ему наладилась. И он приедет к дилеру, и дилер его примет как родного. А потом он звонит к нам в программу и говорит, слушайте, я приехал, а мне почему-то дарят почувствовать, что я владелец «Жигулей». Это происходит в силу нашего с вами поведения. Мы не в состоянии повлиять на свое государство в открытую, мы можем сделать только косвенно. Но ведь согласитесь, предположим, что никто не считает нужным кивнуть головой по поводу сказанного мною, но так или иначе, ведь мы с вами отдаем отчет перед самими собой, потому что цена задрана очень сильно. Вы помните те времена, когда машина стоила 15 тысяч долларов? Посчитайте, сколько в рублях. Сейчас машина нормальная начинается от миллиона рублей, то есть от тридцатки. Она в два раза подорожала. Что всерьез изменилось за это время? Мы стали лучше жить, мы стали богаче. У нас что-то произошло в экономике. Изменился курс доллара? Ничего подобного. Посмотрите на кривую курса доллара. Обратите внимание, как не сильно она меняется. Да, в 2008 году курс доллара был заметно ниже. А в каких деньгах у нас импортеры ввозили машины и заявляли инвойс? Уж не в рублях ли? А почему здесь тогда курс доллара? Здесь очень много оправданий может придумать каждый, но в действительности нет никаких абсолютно предпосылок для того, чтобы машины, во-первых, дорожали, во-вторых, стоили столько, сколько они стоят сейчас, и, в-третьих, чтобы к нам при нашей невероятной, стремительной и вечной тяге к машине к нам так относиться. Поэтому цена всегда будет несправедливой. Машины будут дорожать и в этом году. И январь он уже преподнес нам приятные сюрпризы. Подорожала «Шкода», подорожали «Шевралюхи», «Круз», например, подорожали «Апеля», на днях подорожали самые недорогие версии, соответственно, «Рено», «Логан» подорожал и «Дастер» подорожал. По чуть-чуть. Это ползучее удорожание автомобилей. На 10 тысяч здесь, на 15 тысяч там. Плюс, когда хотят не впрямую поднять цену, обычно снимают с рынка более дешевые комплектации. Говорят, посмотрите, ведь вы же практически за те же деньги получаете гораздо более хороший мех. Это же уже не мексиканский «Тушкан», это настоящий шанхайский «Барс». И комплектацию подешевле, на самом деле ничего подобного, никакой она дешевой и тогда не была, ее скидывают с рынка. Говорят, ну да, впрямую сравнить нельзя, но здесь вы получаете более андатристую шапку. Эта игра будет продолжаться всегда. В этой игре мы пытаемся быть статистами, и в нас остается легкий голод предков, когда очень хочется машину любой ценой. Когда мы хотим машину любой ценой, мы получаем ее в три конца. Когда мы чувствуем предел насыщения, тогда потихонечку в нашу сторону поворачивается уже взор, в частности, представительства. И потом, не побоюсь этого слова, родного правительства, которое играет не на нашей стороне, и всегда делает вид, что оно к ценообразованию не имеет никакого отношения. Нет, оно имеет непосредственное отношение ко всему в нашей стране, к ценообразованию на все товары и услуги, и к ценообразованию на автомобиле. В частности, наше правительство имеет непосредственное отношение. И если мы что-то хотим, то вот вектор, в котором надо думать. Телефон раскаляется, телефон весь уже красного цвета. Алексей до нас дозвонился первым. Алексей, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Сергей. Вчера первый раз послушал вашу передачу. Да, это послушало реальное время, но вот сейчас вашу передачу прислушаю. По поводу вашей темы, я хотел сказать вот какую вещь, что просто у нас рынок еще не перенасыщен автомобилями, как в США, поэтому и цена такая высокая. Когда это произойдет, как, например, как с техникой... Вот, кстати, Алексей, простите, перебью. Как с техникой. У нас по сколько мобильных телефонов на каждого человека? У нас по статистике в среднем на все население, включая младенцев, инвалидов, умалишенных и пенсионеров, по две с половиной сим-карты. У нас у каждого в кармане по одному, по двум мобильным телефоном. А сколько в Европе стоят мобильные телефоны? А почему они стоят в три раза дешевле, чем у нас? У нас перенасыщение рынка. У нас мобильными телефонами дети в детском саду. У нас после этого что произошло? Справедливая цена? Ничего подобного. Ну, телефон это да. Да, телефон это да. Ну, а вот что касается, скажем, бытовой техники, тех же телевизоров или там видеомагнитофонов. Когда-то в свое время мой дядю купил видеомагнитофон, там гараж огромный. Вот. И сейчас что стоит этот, скажем, видеомагнитофон? А сейчас, так, минуточку, Алексей, а что сейчас стоит народный гараж за 300 тысяч? Ну, да. То есть у нас, если у нас не произошло, после того, как мы все купили себе по мобильному телефону, никакого намека на изменение ценовой политики в отношении мобильников, то почему вы считаете, что что-то подобное произойдет у нас с автомобилями, как в Америке? Причем обратите внимание, Америка по-прежнему остается крупнейшим рынком мира и спорит за пальму первенства с Китаем, покупая в год 9-10 миллионов новых автомобилей. Это не говорит о насыщении рынка, когда на этом рынке людям хочется 10 миллионов новых автомобилей в год. Это не говорит о насыщении. Это говорит, в том числе, конечно, о умении и желании покупать и обновлять свой парк. Но о насыщении нет. Насыщение приводит к стагнации. Здесь до стагнации далеко, потому что наш рынок это 2,5-3 миллиона в год, американский 9-10, китайский, но китайцы, правда, в свою статистику включают все, что на колесах, то есть и скейтборды, и сеялки, и веялки, и бетономешалки. Поэтому у них получается всегда на две машины больше, чем у американцев, просто в силу нелюбви. Хотя по факту ничего подобного нет. Ну я помню, что в кризис они продавали две машины за одну. Знаете, в кризис у них была программа государственной поддержки продаж холодильников крестьянскому населению. А крестьяне сказали, а зачем, если последние 5 тысяч лет мы держим в колодце? То немногое, что у нас может испортиться. Китай это очень своеобразная страна. Еще у меня вопрос один по поводу моего автомобиля. Мы купили Toyota Verso, и может быть у вас был опыт общения именно с этой машиной Toyota Verso вот новая, которая типа на базе Аминсица. Она с механикой у меня, и трансмиссионный шум очень высокий. Говорят, что этот трансмиссионный шум он от некачественной коробки изначально. То есть все эти коробки такие вот некачественные. Я читал об этом в блоге, что она в принципе чуть ли не как у Логана, то есть коробка из-за удешевления там. И когда я начинаю трогать, у нее происходит небольшой стучок, как будто бы у первой и второй там пары. А брак, они не признают брак, но, кстати, Алексей, обратите внимание, вы купили эту машину, потому что это настоящее японское качество. Вот это, к сожалению, серьезная ошибка. Через несколько минут я вернусь к вам после рекламы и новостей. У нас Алексей только что спрашивал по поводу потрясающего автомобиля Toyota Verso с неизгладимым совершенно японским качеством. Это вот тот самый случай, когда банальную одноразовую японскую дешевку мы покупаем с вами под видом шикарного автомобиля были на лице сборки под названием Toyota. И причем предстоит очень серьезная, суровая баталия Алексею с представительством, потому что признать данную неприятность, как трансмиссионные шумы, в частности, дефектом, всерьез не получится. То есть нужно будет обращаться к независимой экспертизе, очень долго терпеть, потом ждать, когда вылезет этот шум в виде неприятного стука или поломки, что происходит далеко не всегда. И в итоге весь гарантийный период ждать сломается или не сломается, а она сломается ровно после окончания гарантийного периода. Я всех нас могу поздравить с тем, что у нас замечательные совершенно, вот они, японского качества автомобили. Сергей на связи. Добрый вечер. Здравствуйте, Сергей. Вы знаете, меня очень сильно удивило, посмешили ваши некоторые слова в сказанном начале по поводу отчетности предприятий за свое ценообразование. Ну, по-моему, довольно странно, так сказать, в рыночных условиях требовать от кого-то отчета по поводу цены. Это вот что касается ценообразования дилеров там или предприятий производителей. отчета, Сергей, мы не будем ни с кого требовать, но уважение к себе, в том числе, в назначении цены, очень хотелось бы, если не дождаться, то как-то, может быть, даже приблизить. Поскольку я, например, не согласен. Вот Алексей, предыдущий позвонивший, он купил автомобиль настоящего японского качества. Да черт из два. Не японского и не качества. А купил он ее, исходя, ценник-то был какой? Ценник-то был за миллион, а миллион-то это не стоит, и попробовал бы кто-нибудь Алексею в Америке впарить подобную дешевку за такие деньги. Вот эта несправедливая ситуация, она должна кем-то регулироваться. Регулятором всегда выступает государство. В данном случае, государство играет на чьей стороне, государство играет не на нашей с вами стороне. Вас это устраивает? Смотрите, я на собственном опыте, я вот полгода назад купил новую Шкоду Йети, которая, цена, на которую, цена, которую я заплатил, была ровно на 120 тысяч рублей дороже, чем она. Аналогичная комплектация, вот я смотрел на сайте Шкоды Чехии, то есть, примерно, примерно 10-12 процентов цены это было. При том, что сборка-то наша с вами отечественная. Нет, это была чешская сборка. А когда вы ее купили? Я заказывал ее в прошлом апреле, приехала она в июне. Понятно. Поэтому вы совершенно правильно при этом отметили, что если машина является не утреетарной вещью, как это происходит в США, а если люди готовы переплачивать в 2-3 раза за статус, но производители найдут способы, как эти деньги содрать. Конечно. Равно как и упоминавшиеся, упоминавшиеся, скажем, там, телефоны, ну, скажем, сравнивать с европейскими ценами, это довольно странно, потому что в Европе там совершенно другие цены на мобильную связь выше, чем у нас. Поэтому телефоны датируются зачастую. Но вот смотрите, тут совершенно очень четко выделялась продукция фирмы Apple, которая на фоне других производителей у нас продавалась наценка совершенно немыслимой. То есть, если на какие-нибудь там Samsung разница по сравнению с европейскими или там американскими ценами процентов, ну, в самом там худшем менее 10, то Apple продавался в 3 раза дороже. И не только продавался, Сереж, не только продавался, но и покупался, потому что как же девочке пойти в Макдональдс без приличного айфончика. Но ей же просто биг-баг в рот не влезет. И поэтому совершенно правильно поставили вопрос, что это вопрос в том числе к самим себе. Если вы готовы заплатить, что рынок устанавливает цены ровно такого уровня, который вы готовы заплатить. Понимаете, ну вот на самом деле не рынок устанавливает цены. И вот человеку, конечно, с одной стороны никто не запрещает быть идиотом, а с другой стороны есть регулятор в виде государства, который определяет пределы этого идиотизма. Вы слушайте, ну вот не надо например пить только паленую водку. Вот не надо бросаться головой со скалы. Если вы любите бросаться головой со скалы, то мы там поставим полицейского, который вам это не даст. Не потому что нам не нравятся ваши разбрызганные мозги, а потому что мы считаем, что гораздо лучше будет если вы пойдете на работу или вернетесь домой к своим детям. То есть с одной стороны у человека право выбора. А я хочу башкой со скалы. А государственные, слушай, не надо. Ситуация государственного регулирования она приводит, ну даже она не приводит, она со стопроцентной вероятностью приведет к советской ситуации. У нас да. Цены были установлены, то есть государственное регулирование цен в сторону снижения естественно приводит немедленно к дефициту. Когда вы будете ждать машину год, два, три. Сереж, а государственное регулирование цен, которое мы имеем на сегодня, приводит к зверскому совершенно удорожанию. Потому что мы же с вами не будем всерьез делать вид, будто стоимость литра топлива, бензина или солярки, определяет вагит Оликперов со своим лукойлом. Ничего подобного. Уважаемый вагит Оликперов играет по тем правилам, которые ему спущены с самого верху. И в рамках этих правил он позволяет себе картельный сговор. И ФАС определила политику лукойла и других серьезных игроков как картельный сговор. После этого что было? Уголовное дело? Ничего подобного. А с каких пор у нас картельный сговор перестал квалифицироваться как уголовное преступление? Так или иначе цена владения автомобилем в нашей стране она весьма невысока по сравнению с той же Европой, что в том числе может объяснять разрыв цены. Не может оно объяснять, потому что цена владения, да, это действительно очень серьезный параметр, который много что в себя включает. И, например, он постоянно растет, а в Москве он галлопирует. Стоимость владения машиной в Москве гораздо дороже, чем стоимость владения автомобилем в любом другом регионе. Но при всем при том не это является главным. То есть эта игра опять-таки против нас. И если мы хотим всерьез сравниваться с Европой, давайте тогда исходить из средней зарплаты, потребительской корзины и того, сколько может европейство на свою среднюю зарплату купить там, в том числе автомобильных удовольствий, и сколько мы. Вот это вот сравнение пока оно не сводится в прямую. Получается, что вроде как в Европе все дорого, да, они там уже плачут кровавыми слезами. Ничего подобного. Сколько может европеец, ну, например, норвежец в Норвегии, самый дорогой бензин в Европе, 73 рубля за литр. Сколько норвежец на среднюю зарплату может купить себе литров топлива в месяц? 3000 литров. Сколько мы можем со своим лояльным ценником на фоне Норвегии, со своим лояльным ценником купить топливо в месяц? Сколько? 500 литров? 700? Вот и все. Поэтому, что нам кивать на Запад? Ну, с мотковской средней зарплаты можно как раз примерно тысячу литров купить. Знаете, в Москве тоже довольно много голодных людей, которые на ночь ложатся, мягко говоря, несытыми. Далеко не все в Москве очень хорошо обеспеченные владельцы русских. Да, в Швеции при этом вполне, так сказать, на государственном уровне объявленный социализм. Поэтому, я думаю, что вот такой плач Ярославный, он не найдет в пониманиях представительства БМВ или там Порше в России, которые прекрасно продают за эти бешеные свои машины. При этом представительстве БМВ инициировали несколько судебных исков против абсолютно всех тех, кто пытается ввести на территорию Российской Федерации хоть одну запчасть БМВ. Они хотели полностью монополизировать весь вторичный рынок и все сервисное обслуживание с тем, чтобы ни один владелец любого даже поддержанного БМВ не смел пройти мимо официальной поставки запчастей, которая продается втридорога. Но эту атаку к счастью ФАС отбил ну и не только ФАС. То есть к разговору о том, насколько БМВ лоялен к нам и мы лоялены к нему. Да, это прекрасно было если бы кто-нибудь защитил патентом колесо, топор, хлеб и начал бы пытаться ограничивать как-то это в других странах. Ну в общем, можно только порадоваться за наш ФАС, что он такие совершенно идиотские требования отбил. Это уже вопрос к современному состоянию авторских прав, когда компания пытается ограничивать, ну скажем, они пытаются как-то наложить лапу на старичный рынок, например. Под сенью государства все пытаются из нашего кармана извлечь все возможные деньги всеми способами, какие только существуют. Те, у кого не хватает фантазии сделать это при помощи закона, занимаются банальным гоп-стопом. Это да, это да. Спасибо вам, Сергей. У нас на связи Алексей. Алексей. Здравствуйте. Здрасте. Алексей из Москвы. Вы человек знаний энциклопедических практически. Я встал по стойке смирно только что. Ну нет, ну хорошо, вольно. Спасибо. Значит, у меня, собственно, даже вопрос. Мне интересно ваше мнение, что бы мне, на чем бы мне ездить в качестве внедорожника, ну именно в том понятии внедорожника. Так. То есть, автомобиль для путешествий, причем путешествий не по цивильным местам, а как раз-таки наоборот. Ну, там, типа, я не знаю, Байкал, Монголия, Урал, Кольский, Карелия, там, и прочее. Что бы вы посоветовали? Ну, УАЗик ни в коем случае, никогда, никакой. Если хватает денег, то можно в том числе и новый Land Cruiser 200, если не хватает, сотку, либо 105-ю. Ну, 105-я на ручке, с резиновым салоном, на серьезных мостах. У него же спереди тоже такая штука, чтобы пниру лить. Да. И вот эти два автомобиля, при всем при том, что они не являются эталоном надежности, и законы физики на них распространяются точно так же, как на все остальные автомобили, по факту, они все-таки попрочнее, поразумнее и пологичнее вот в этой сфере применения. И сколько раз вот приходилось либо ехать самому, либо принимать участие, там, неважно в какой уже роли в подобных мероприятиях, крузаки выживают. Вот все остальное компромиссно. Очень неплохой автомобиль с ценником пониже это Mitsubishi Pajero Sport, тоже очень грамотно затеянный, причем его даже, ну, вообще, конечно, желательно лифтануть и защитить, но если не охота и нужно оставить машину способной для таких серьезных прострелов по асфальту или по направлению, то на Pajero Sport тоже уже можно куда-то соваться. Хотя, конечно, вся подготовка, шноркель, защита, лифт, две лебедки, передняя и задняя, вы прекрасно понимаете, что рано или поздно это, к сожалению, пригодится. Вот эти японцы, они молодцы. Все остальные машины для путешествий, ну, вот тут уже начинаются компромиссы, но бывали, конечно, у нас неприятности, когда и крузаки дохли, и бывали у нас великолепные совершенно моменты, когда светилась широко и лучезарно звезда Мерседеса, Гелендвагена в самых невероятных совершенно ситуациях. И практически всегда в полные дрова разваливался любой Defender. Вот эта катастрофа абсолютная. Ну да, это, в общем, достаточно известный факт, к сожалению, предназначу извинения владельцам Defender. Про лифт понятно, шнорки очевидно, и небольшой лифт ни разу не повредит прострелить по дорогам, это я уже в курсе, а что по моторам и по топливу? Вот как ваше мнение? Ну, вообще, дизель, по крайней мере, вас не так разорит. И, в общем-то, сколько вот крузаки мы мытарили по русской действительности, они оказывались достаточно всеядными. Но мы с собой всегда и антигели возили, и массу присадок для дизелей, потому что никогда не знаешь, на что нарвешься. Рано или поздно нарвешься на то, что двигатель прикончит. Вот это железно. Но то же самое с бензином. Просто крузак на бензиновом моторе, ну, я даже не представляю себе, в путешествие выливается уже в такой экстрим. Причем, вы углубились в тайгу, на дизеле, есть шанс, что на одном баке или там с парой канистр вы куда-то более-менее припыхтите, а с бензинкой нет. Причем, вот по Карелии, когда я сейчас весной ездил, там очень часто сталкивался с ситуацией, когда до ближайшей бензиновой заправки, ну, километров, наверное, 100-150, а солярку можно было попросить слить с какого-нибудь ближайшего КамАЗа, и народ охотно на это шел. То есть вот дизель, здесь все-таки он имеет некую перспективу, в отличие от бензинки. Понятно. Ну, жалко, что не встретились весной в Карелии. Ну, спасибо за исчерпывающий ответ. Спасибо. До свидания. Алексей, спасибо вам. Приятно с человеком, у которого душа рвется на простор пообщаться, пусть даже и по радио. На самом деле, когда люди отправляются в серьезные путешествия, вот подобные, я им очень по-хорошему завидую, но про себя, знаете, как из собственного опыта, я ехал в свое время по дороге, которую товарищ Путин открывал, перерезал ленточку, а дороги не существовало. Это трасса Амур, и я по ней от Улан-Удэ до Владивостока проехал на Шкоде Октавия Скаут. Так, разговор о том, что иногда не обязательно иметь очень серьезный внедорожник, для того, удовлетворить свою тягу к путешествиям. То есть, можно проехать куда угодно, на чем угодно, а по Карелии, по Зимнику, там, где дороги нет, по следу какого-то трейлера, я проехал на Дастере, на обычной летней резине. Сейчас мы прервемся еще раз на новости, потом я вернусь к вам. Я с вами полностью согласен действительно понять, как именно на SMS-портал какое-то сообщение отправить, это тяжело. У меня, например, ни разу не получалось пробиться сквозь вот эти вот кодировки 5533, потом буква Я, потом пробел и после этого еще что-то писать. Серьезная логическая задача, я с ней справляюсь крайне редко. Телефон в этом отношении более надежный спутник связи 6510996. Телефон, да, телефон разрывается. На связи у нас Борис. Алло, Борис. Да, добрый вечер, Сергей. Здрасте. Спасибо громадное за еще больше информации по любому виду машинам. Очень интересно нам послушать. Спасибо вам. Для себя вообще сделать некоторые выводы по разным брендам. У меня вопрос следующего характера. Было очень приятно услышать про Mitsubishi Pajero Sport, потому что это первая машина такая вот реальная, мне кажется, как мне казалось, не дорожник. Сразу очень понравилась в новом кузове. Скажите, пожалуйста, все-таки какие могут быть их болезни и что нужно добавить в эту машину в принципе. Хотя я пользуюсь ей в Унижайшем Подмосковье, в Москве на дальнее расстояние пока не рискую ездить. Больше степени за дизеля. Борис, на самом деле вот та машина, которая у вас есть, у вас мотор ведь не 3.2, а скорее всего 2.5, да? 3.2, 3.2. А, то есть вы купили еще ту совершенно с гениальным мотором 3.2. 3.2, Pajero 4, да-да-да-да-да-да. Пajero 4 или Pajero Sport? Нет, вот мне сказали, что это двигатель, он стоял раньше, его ставили на Pajero 4, 3.2, поэтому... Нет, его ставят туда до сих пор, просто когда Pajero Sport пришел на наш рынок, у него был дизель 3.2, сейчас его уже нет, и соответственно у вас осталась уникальная машина, которую, Борис, не продавайте, вот просто даже будут умолять, не продавайте, потому что двигатель потрясающий. Ваша машина с того момента, как она сошла со стапеля завода, она полностью готова для того, чтобы существовать в режиме, который вы ему предлагаете. То есть и легкое бездорожье, а легкое от тяжелого в вашем случае отличается только сортом резины. Если вы хотите всерьез куда-то углубиться, то есть уж вдарить так вдарить по бездорожью, для этого достаточно будет даже не лифтовать машину, а посмотреть, что у нее защиты, то есть закрыть ей обязательно раздатку. И на хорошей резине вы уже, у вас же сзади блокировка, у вас же Super Select тот самый. Принудительная блокировка заднего дифференциала, она действительно делает чудеса. По мощности, по мотору у вас серьезный запас. И на хорошей резине вы, в общем-то, прорветесь везде. Если вы серьезно понимаете, что вот куда-нибудь на Тибет охота или в Монголию, да, тогда пару лебедок. Шноркель. Конечно же. После этого уже лифт. После этого, а после этого уже ничего, потому что у вас все равно остается великолепный автомобиль. И 3.2 мотор. Вот я в какой-то момент тому назад хотел себе, я уже подумал, пора все-таки брать Pajero Sport. Вот был бы он с мотором 3.2, я бы об этом думал более серьезно. Хотя и нынешний с его мотором справляется. Но 3.2... Берегите его. Берегите его, Борис. Я берегу. Берегу. Буквально, одна секундочка. Вот у меня бывают моменты, когда утром... Значит, я сейчас одно время пользовался антикельным, потом перестал. утром бывает он глохнет. Поработает, поработает и глохнет. Но буквально через там заведешь и работает нормально. Это все-таки проблема с фильтром или... Датчики никакие не горят. Они там все. Вот. Но бывает, заикается и глохнет. Потом нормально. Знаете, Борис, боюсь вас огорчить, но я бы квалифицировал данное событие как отсутствие проблемы. Понятно. Не переживайте. Вот если... До тех пор, пока машина не встала, не забивайте себе голову пустяками. Но антигель все-таки лейте. Тем более, у нас же зима только в разгаре. В январь. У нас вот только что по новому... По старому стилю мы отметили второй раз конец света. Так. Так что у нас с вами много неприятностей впереди. Антигель лейте. То есть иногда привод заливает все-таки антигель. Там вот, по-моему, 50 литров на бак, по-моему, заливается. А в зависимости от того, какой. Если вы хайгировский пользуете, то... Хайгировский, да? Да, ну, с другой стороны, в принципе, все хайгиром пользуются. Это абсолютно логично. Да, но там, опять-таки, по морозу прогноз погоды посмотрели, ужаснулись и долили чуть больше. Хотя я всем всегда советую вебасту. Вебаста — это хорошая штука. Она помогает. Вебаста. Я понял. Борис, очень рад за вас. Замечательная совершенно машина. Великолепная совершенно. Алексей у нас на связи. Алексей. Добрый день. Здравствуйте. Говорите. Помню, что в нашей передаче достаточно лестно отзывались о Hyundai Santa Fe о новом. Да. После этой передачи специально поехал на Туздрайв, покатался. В общем, все здорово, замечательно. Но понял, что машина в полной комплектации за 1,8, ну, не мой вариант. — Правильно. Это к разговору о цене. Хочется спросить. Дорогие владельцы бренда Hyundai, вы что, с дуба рухнули, когда назначали LeMon 800 за легковую машину? Это же очень хорошая легковая машина повышенной проходимости. Это не внедорожник. Это классный легковой автомобиль. Мне он очень нравится, как легковой. Алексей, так и что, у вас какая беда? Беда, в общем-то, следующая. По бюджету примерно рассчитываю до, допустим, 1,7 машину, ну, максимум 1,8, максимум. Из всех, вот сейчас, по крайней мере, уперся в Sorento в новом кузове. Было бы здорово услышать ваше мнение. Это раз. И второй момент. Чуть выше, понятно, ценник, который предполагался изначально, но, может быть, подождать с покупкой, смотрел, вот тот, что выехал из того на X3 BMW, ну, там уже в районе где-то двух получается. По двум машинам, если можно, ваше мнение, и, может быть, вы же на что-то откроете мне глаза другую. Алексей, самое главное, что Sorento и Santa Fe это одна и та же машина. Но внутри габариты багажника и всего остального это разные, я это понимаю, я это в курсе. Но машины совершенно разные по цене тоже, там, за 1,6 дизель в полном фарше Sorento. Да, то есть, разница только в том, что те, кто назначал цену на Sorento, они это сделали после обеда, а те, кто назначал цену на Santa Fe, они это сделали до обеда. В состоянии голодного ажиотажа. Вот и все. А машины, по сути, по тому, как она едет, они абсолютно одинаковые, при этом Sorento, по-моему, выигрывает по дизайну, мне кажется, она более красивая машина. По сути, это все то же самое, и, в общем-то, миллион 700, миллион 1,7, 1,8, ну, многовато. ХЗ, достойный агрегат, вы уходите в другой ценовой диапазон, не обольщайтесь, ХЗ будет вам выкидывать те же самые неприятные проверки на вздрагивание, как и любой другой автомобиль. То есть, BMW, она не является эталоном надежности, она просто является эталоном управляемости. Вы покупаете машину, которая хорошо едет, вы крутой, и все говорят, о, смотрите, это Алексей поехал. О, да, это первый парень на нашей улице. Во всем остальном, это кроссовер, причем, который имеет ярко, такое, знаете, выраженное тяготение к заднему приводу, и если у вас нету навыка управления чисто заднеприводной машиной, в какой-то момент, она не то, чтобы вас поставит в логический тупик, она вам предложит телеграфный в столб попробовать из серии, скажите, Алексей, а не считаете ли вы нужным левой фарой попытаться в него как-то аккуратно вглядеться? А дальше уже вы будете... В телеграфный столб! Уже, уже успел. На чем? Это у меня было Ауди, достаточно старое, и там, вылетел с трассы, было неприятно. Ну, вы перебрали на входе в поворот, или вы с прямяка улетели? Да, на заносе пошел в поворот. Ну, шум красивый, честно признаю. Аплодисменты собравшихся были шумными? Да, мужики из соседнего автосервиса, на которого буквально я не прилетел 20 метров, аплодировали стоя. Я могу себе представить, не каждый раз такой аттракцион показывают бесплатно. Значит, Алексей, у вас получается, что, в принципе, под 2 миллиона, но вы при этом четко понимаете, что корейца брать за эти деньги это как-то не комильфо, и хочется уже взять что-нибудь породистое. Породистого есть японское, есть вот это немецкое, оно же калининградское. Потому что 2 миллиона, в принципе, весь автомобильный мир к вашим ногам. И серьезные внедорожники, такие как, например, Pajero Sport Pajero, вот они, и Mercedes-Benz GLK уже тоже тихонечко стучится к вам и говорит, Алексей, обратите внимание на меня, а он тоже молодец. И, в принципе, вы уже здесь полностью попали в ценовой диапазон Touareg, а Touareg по универсальности это один из самых, на мой субъективный взгляд, достойных автомобилей. И я очень признателен немцам за то, что они взяли и сделали этот подходящий для нашей страны аппарат. Для Германии он, в принципе, не нужен. А у нас он очень даже кстати. И 2 лимона, то есть 1 миллион 800, это на 1 миллион 800 заканчивается омарок, который вам не нужен, и на 1 миллион 800 начинается Touareg, который в 2 миллиона уже получает очень приличную комплектацию. То есть, весь автомобильный мир, Алексей, полноприводный, к вашим услугам. Пройдитесь по салонам, посмотрите, какой продавец будет в более, нежен с вами и предложит вам максимальные скидки. Удачи вам в приятных хлопотах по выбору автомобиля. В принципе, ведь покупка машины это же не проблема. Это приятные хлопоты. Олег у нас на связи. Олег. Здравствуйте. Ведь вы уже в эфире. Кстати, я тоже в эфире. Но вы почему-то молчите, а я продолжаю говорить. Олег, ну что же вы так? Алло. Здравствуйте. У меня вопрос такой коротенький. Двигатель дизельный, как они маленького объема. А что значит маленького объема? Вы его с газонокосилки сняли или откуда? Ну, 1,4. На чем? На Тойоте. Есть такой. А, 1,4 на Тойоте. То есть у вас Тойота какая, праворука или европейская? Европейская. Это кто у вас? Аурис какой-нибудь? Корола? Кто? Как-то Крузер он называется. Я забыл, как это. Этот дизель у вас проживет 250 тысяч без проблем при условии хорошего пригляда и достаточно качественного масла. И он рассчитан на то, чтобы тянуть и тянуть и тянуть и тянуть на себе. И он 1,4 в том числе под европейские правила налогообложения с довольно хорошим запасом. И вообще-то в принципе предназначается для работы в такси. То есть он пахарь, он трудоголик. Если вы будете к нему по-человечески, то он и к вам со всей добротой и со всей душой. Вообще в принципе могу себе представить дело в том, что этот мотор ставится на очень многие машинки по Европе. Я с ним сталкивался на паре некрупных машинок. Замечательно он тянул. Ресурс у него в общем серьезно за 200 уходит. удачное изделие. Сергей у нас на связи. Алло. Да, Сергей, здрасте. Добрый вечер, Сергей, Москва, Mitsubishi Pajero Sport 3.2. А! Как вы собрались однако сегодня удачно. Не ожидал на самом деле от машины покупая ее и очень жаль, что больше не куплю новую такую. Да, я тоже сожалею, поскольку очень удачный аппарат. Да, согласен. Значит, к начальным вашим словам о политике, о власти и о автомобилях. Ругаться матом не будете? Постараюсь. Так. Значит, в сервисе Mitsubishi не так давно заезжаю. Стоит малюсенькая машинка. Смотрю на цену около двух миллионов. Удивился. Присел. Очень неудобная. Спрашиваю, а в чем там? Почему цена такая? Электромобиль, говорит, инновационный. Аймиев, да. Так, да. И говорю, ну и тоже раскошелился на такие. Ну, значит, Мосэнерго одну купила, говорят. Ну и говорит, 10 строительств в Москве. Да, и лично товарищ Христенко лично купил себе одну машину, я так понимаю, просто по квартире кататься, ну чтобы до туалета дойти было на чем. За наши деньги, я так понимаю. Ну, нет, ну что вы, у нас все честные люди, мы коррупцию победили раз пять, по-моему, вот за последние несколько лет. Да, да, да. Ну, в общем, все, все большое. Знаете как, вот этот Аймиев, я катался на нем, он в принципе от Deo Matisse не отличается ничем. Кроме ценника. Deo Matisse стоит 200 тысяч, Mitsubishi Аймиев стоит 2 миллиона. По потребительским свойствам, один в один, ну, Matisse только не ломается и он реально дешевле в эксплуатации. Ну, вот можно только посочувствовать японцам, которые этот свой всерьез инновационный прибор притащили к нам. Понятно, что это не коммерческая затея, это затея именно на, они поверили в нашу инновационность, это затея по проверке нашего рынка. Они смотрят, как мы к этому отнесемся, готовы ли, например, наше правительство в это играть, а оно готово, потому что, представьте, сколько денег можно качественно потратить на электрификацию, например, одного микрорайона. Время мое истекло, завтра я вернусь к вам, а сейчас невероятный Михаил Куракин примет у меня эстафетового микрофона.